хей югай сумшинки и у вас не дежавю поверьте это мы продолжаем проходить следующую игру а те же разрабов я тоже играю слово же на окошечке жил-был мальчишка кудесник и ма истории это веселье и мрак бродил он по залу не чуя беды и вдруг озарение нашло на него тот вечер был полон дом гостей искрились бокалы в свете огней девочка-гостья зашла поиграть и превратилась в такое что страшно сказать волшебник любитель колдун новичок нет больше малышки в миленьком платьице с ясными глазками и доброй улыбкой она теперь монстр противный и слюнявый что же мы делаем кого вызывать конечно пантеру чего размышлять и тут вдруг фортуна нам улыбнулась наш розовый друг ходил по домам и книжки хорошие всем предлагал судьба его к мальчику в дом привела тетя печально просит помочь но пантер боится на дворе уже ночь что делать выбора нет придется пантере устроить ловушку наш юмор что-то сказал и текст весь из книжки куда-то пропал пантера умоляет верну все слова он судьбу проклинает но все это зря ничего не попишешь придется помочь и попрел наш розовый задумчиво прочь уверен что всех вас мучат сомнения откуда наш мальчик узнал заклинание не буду таится всю правду скажу тут я постарался и совсем не дужу до встречи детишки профессор черносмит это нас розовая пантера focus focus это вторая и последняя игра данных разработчиков point clicker так сказать какой кошмарный сон волшебники-самоучки зверюшки какие-то где я что случилось я розовая пантера забросил свое шпионское ремесло и стал коми-вайжором это все что я помню похоже это один из домов где я пытался продать мою энциклопедию по моему мне надо освежиться надеюсь я смогу идти так ну давайте пойдемте закрыто но я должен попасть туда чтобы помочь этим безмозглым детишкам так тут закрыто закрыто так мы можем не спать и давайте тогда сюда дом так сказать улыбок а слишком много или это дом танкист донтистов потому что здесь осветитель такого сказать вида лево право гонова право зеркало еще какой-то но здесь хотя бы тех скрежетов нету по звукам а ты кто такой я розовая пантера а ты ручной может быть взять тебя для моей дочки я не продаюсь даю четверть миллиона долларов и честно говоря я не так уж много ем и пью в общем можете прихватить меня на обратном пути так теперь с тобой да превентивная стоматология это наше будущее я всем советую избавьтесь от ваших зубов пока они целые и невредимые вы сэкономите кучу денег и ваши десны будут здоровыми положите ваши хорошие зубы на полку и используйте только в особых случаях а ты каждодневного применения я рекомендую блескомет это зубы будущего джентльмены их не нужно чистить щеткой и нитками мой комплект зубов полностью сделан из блескомета позвольте мне показать вам блескомет это сверкающий огнеупорный материал с нежным запахом ананаса его легко можно помыть в ваших посудомоечной машине блескомет это упругость никаких пятен и к тому же он совершенно не липкий уже это никому не принадлежит давай скрепка так что у нас здесь еще есть нет а ну-ка старе так же у сработает наверно по звуку что хорошо у нас теперь у нас нету так как у нас считайте есть отмычка не ну сразу видно что по дизайну все очень поменял уже я проникаюсь атмосферы этого дома неужели это и есть самое главное ну да определенно все очень здесь поменялось в атмосфере то есть какая-то знать и макета такой что цветочник уже слишком поздно вы доставили шампанское еще слишком рано минуточку теперь я вас узнал это вы ходите по домам и навязывайте свои книги миссис вандер зуб а может быть он тоже желает приобрести коллекцию зубов знаменитостей глупость лота ты ничего не понимаешь он же просто люди но у меня нюх на них этот характерный запах что такое коллекция зубов знаменитостей похоже без че что а звук каллова сна не подождите как тогда я сохранялся стоять песни сохранить как сохранить как мне нужно просто сохранить тут нету давайте наверно в геймсейв да закинем все да да как обычно все ломается все отлично все круто я не удивлен не удивлен вы цветочник уже слишком поздно вы доставили шампанское еще слишком рано минуточку теперь я вас узнал это вы ходите по домам старые проблемы остались свои книги миссис вандер зуб а может быть он тоже желает приобрести коллекцию зубов знаменитостей глупость лота ты ничего не понимаешь он же просто люди у меня нюх на них этот характерный за что такое коллекция зубов знаменитостей похоже без чаевых вы не уйдете да видите все вот возьмите благодарю вас за то что вы нам помешали прощайте адью чао гуд бай дверь там прошу вас сударыня у нас еще есть время для небольшой экскурсии по моему музею обуви капец она здесь выглядит как-то спремно на фотике на фотике на фотике давай посмотрим это наверное и есть та самая коллекция зубов знаменитостей ну хотя бы знаете не нужно полностью игру перезапускать именно в том моменте те вам прикиньте если бы я сохранился да и вот этот баг типа бы не убрался это было бы очень печально иначе выйти погнали дальше это то что нужно ну сразу бардачок но для начала сходим туалет ну ну нет я так не могу сами попробуйте когда на вас смотрят ну да бардачок нужно как говорят благовоспитанные особы никогда не роетесь в чужих аптечках если вы конечно не мультяшный розовый персонаж из компьютерной игры какая удача о не держатель улыбки сам держит улыбку все да я думал почему то что нам придется взламывать оказывается ничего такого что опять так сохранить сюда открыть вот это единственный минус этаж почему-то очень редко начало видите проблематично здесь и мальчишка и чудище значит это был не сон а это опять ты передумал что ли давай поговорим начистоту если ты не поможешь мне превратить Виолетту в маленькую девочку то она точно не попадет на детский утренник не плачь Виолетта поверь мне старому матерому шпиону детские утренники это только пустая трата времени я вовсе не из-за этого плачу я плачу потому что больше не хочу быть обыкновенной маленькой девочкой а вот это тебе как раз удалось теперь ты большой мохнатый монстром я тоже быть не хочу хочу стать бессмертной волшебной русалочной принцессой ниндзя вот кем и я хотел стать камеважором но этот маленький гудини стер все слова из моей книги ну говорю же тебе если ты поможешь мне превратить Виолетту в бессмертную волшебную русалочную принцессу ниндзя я сниму заклятие с твоей книги и ты сможешь заняться своим любимым делом мальчишка если ты не можешь ничего поделать с Виолеттой то как ты сможешь снять заклятие с моей книги да одному мне не справиться но ты можешь мне помочь все известно только профессору Черносмиту окей все я могу это он да тут яблочко травленное судя по всему у этого Черносмит Черносмита нелегкая жизнь черносцалиев в котле что когда ты найдешь и принесешь все необходимые ингредиенты для снятия его заклинания мы бросим их в мой котел хорошо помоги нам прошу тебя ладно поехали тогда в темном лесу что за домом моим живет колдун и волшебник один зовут его профессор Черносмит Черносмит он черную магию знает а пор через глаз для него ерунда люди прогнали его от себя он укрылся в лесу но когда его нет мой час настает пробираюсь в его кабинет и все тайны его узнаю я учусь у него и книжки без спроса беру ты все это стащил? нет одолжил это из-за его книг мы попали в такую переделку и только с помощью его книг мы сможем найти выход Гарик зачем ты тайно пробираешься в его лабораторию? а если бы он тебя поймал? он злой колдун Виолетта я должен изучить его методы чтобы в один прекрасный день уничтожить его и спасти наш городок от его козней откуда ты знаешь? что он колдун? все это знают профессор Чернослив, да? ну поехали как сказал Винсент Ван Гог я стал авантюристом по воле судьбы ну что ж пойду познакомлюсь с дядюшкой Черносмитом пожелаете мне удачи а я и не знала что у Ван Гога был дядюшка ой какое зловеющее совпадение окей окей скажешь ты вечер ровно в восемь он ходит на прогулку а приходит через час и как же так? я слышу, а он нет кто там? а это ты ветер? все, он ушел все, он ушел за час за час я управлюсь без проблем давай, давай эй пятнышка и ты здесь в пятно эй пятнышка и ты здесь в пятно а а я здесь так ты просто черное пятно черная дыра если быть точным но не очень-то приятно называться дырой согласись а вот это да настоящая черная дыра я таких никогда не встречал никто не встречал кроме черносмита так ну черная дырка здесь у нас космос походу и книжка это пособие старика по снятию заклятий там есть все необходимое для возвращения прежнего облика это как раз то что мне нужно как же так как же так ведь каждый вечер ровно в восемь ты уходишь на прогулку а приходишь через час в чем дело там сегодня слишком жарко поставлю а хотя его не поставлю ладно не может быть это же учебник по черной магии ты прав можем почитать его а как превратить монстра в бессмертную волшебную русалочную принцессу ниндзя так посмотрим чтобы сделать бессмертную русалку ты должен найти то единственное что живет в самом соленом море чтобы сделать волшебную принцессу тебе понадобится царственный смех а ну ул 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 ну смотрите либо мы можем пойти домой в первое это озеро либо лед чеки пеки пальчик выкид ну короче в лед мне кажется мы все равно между этими порталами будем путешествовать с с что мне либо туда либо туда все равно придется идти наверно что это это же одна из моих исчездувших страниц сидня никому не принадлежит окей что у нас здесь это бурдюк с молоком наверное сидня обронил его странный у него вкус какой-то ты смотришься как инородное тело и я первый раз в сибири забавно разве я тебя об этом спрашивал ладно что здесь большой мамонт ничего себе это же самый настоящий он огромен у него промозглое прошлое я знаю что мне по зарез нужен этот самый мамонт непонятно только как до него добраться придумаем туда я могу попасть нет а я туда могу пройти туда я могу о лед аааа почему ты такой печальный клоун а ты как думаешь посмотри на меня цирк уехал а клоун остался это как песни без баяна каша без молока а сказка без дурака ах ты меня расстроил я не мог больше выступать в московском цирке потому что видите ли улыбка у меня недостаточно широкая они утверждали что никому не может нравиться печальный толстый клоун и меня выгнали представляешь каково мне было тогда думаю тебе было печально и тошно ты абсолютно прав и мне ничего не оставалось как отправиться в сибирь чтобы замерзнуть до смерти и что же случилось я оделся слишком тепло окей давайте мы ему тогда если отдадим готово у меня есть как раз то что вам поможет господин ээээ олег олег улыбцев господин улыбцев это устройство называется улыбка фиксатор оно как будто создано для клоуна в вашем положении ну как я теперь улыбаюсь как следует а это все конечно очень весело но по-моему теперь я улыбаюсь правильно мне очень больно но я счастлив по-настоящему счастлив я снова смеюсь как настоящий клоун теперь я все могу только вот идти не могу был рад помочь дайте мне знать если я смогу быть вам полезен я все для вас сделаю только вот идти не могу эм какой благословенный день что-то случилось со мной или снег стал белей небо небесные птички чудесней и что ты мне тогда предлагаешь вот это мне интересно сибирь израиль индонезия кения греция видите как теперь у нас все сделано ни хрена 200 какая-то страница ну хотя тут текст такой себе теперь ну да это считать так ага давайте тогда сюда сходим потом слетаем все таки там где море и в море могила соленое море снова же ни хрена себе давай сначала туда сюда потом туда туда ой еще этот возьмем я возьму котом на медведя тут еще и снег есть ладно не могу взаимодействовать потрясающая аэродинамика у этих ногтей хо-хо-хо какая дивная картина дама почтенного возраста сидит на морозе и стрижет свои отвратительные желтые ногти это зрелище согревает мое сердце выбирай выражение сидня сидня домой сидня домой эх надо было назвать его непосидня кого назвать непосидня моему пропавшего оленя сидню сидня не кричи бабушка тунга ты заглушаешь телевизор ну что еще я безуспешно пытаюсь вздремнуть у меня между прочим зимняя спячка а я не сплю прошу не беспокоить меня не беспокоить понятно мы храним здесь наши запасы чтобы медведи не смогли до них добраться все да давайте тогда возьмем монтону пойдемте сюда а привет я Чуки весело тут у тебя я просто хотела настроиться на мой любимый мультфильм Леопольд и три пингвиненка это про такого большого доброго коричневого моржа который живет по соседству с очень шаловливыми пингвинчиками этот удивительный морж напоминает мне знаменитого розового сыщика который всегда может выйти победителем из любого трудного положения сегодня показывает как он будет искать шоколадную конфету которую ему подарила бабушка на его первый день рождения он хранил ее в течение 20 лет а эти сорванцы утащили ее у него я не могу пропустить такое я тоже хочу конфетку так давайте посмотрим на ногти что здесь у нас немного промокли эх был такой момент в моей жизни когда я едва не попал в беду из-за этого ух ты в Сибири даже по телевизору идет снег это должно быть моя спутниковая антенна барахлит я сама ее сделала может ты ее настроишь я никому не разрешаю прикасаться к этим видеокассетам это моя бесценная собственность так что гуляй отсюда окей давай ты все таки поможешь мне ну спасибо и сделаем тогда две сейчас вещи первое мы можем поставить туда наверх но мне кажется на меня это нападет животное на меня нападет животное второй вариант можно туда положить водичку эту типа он попьет и заснет этот медведь ну это как вариант ну давайте так все сюда ждем давай тогда вот дычку юзаем потом идем к оленю поговорим с оленем так хорошо а я не хотел закидывать того я не хотел закидывать вещи убрать м я при этом начинается честно говорить но что сейчас покажем это отсидеть смотри что я нашел тоже бурдюк с молоком сидни только не значит он не носит его больше на своей шее бабуля что с возу упала то пропала жалко что быстрого перемещения нету с помощью двойного клика пипец он эти уже серии пошли побольше по объему если там не только по 200 мегабайт то здесь 200 400 до где-то мегабайта весит то здесь уже полноценный гигабайт так сидим сидня пойдем со мной сейчас запрещено охота на оленей пока есть вариант это облить кипяток ну да война клоуна я пуст как это ведро а она пустое вода есть как бы молоко без каши но давайте тогда я думаю на этом закончим с вами поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и до новых встреч друзья всем пока